Мы не записали самый трэш, дядька опять валяли по полу, полы вытирали, зубы считали, пихали, пинали. Делали? Да никуда я должен убирать камеру, уберите свои камеры, что за условия? Он сегодня просто не выглядит красиво, как обычно. Накрасится самому? Накрасится, может... Кто-то там скончал теннинг? Кто вызывал мусоров? Мусоров кто вызвал. Смотрите, моя законная требования, что не ясно-то? Ничего, все ясно. Ну все, сторонку отойдет. Задержите его. Задержите его. Задержите его. Задержите, задержите. Супермаркет Макси. Это Макси у нас. Хорошевское шоссе 70. Тут у нас ТЦ хорошо есть. И вот тут ребята пришли тоже. Как бы этот магазин приглашает, говорит, сделайте нам обзор. Посмотрите, как у нас хорошо-нехорошо. Интересно же, как у них среда создана для инвалидов. Будешь оттестировать? Да. Да, давай. Мы просто фиксируем, инвалиды жалуются, что вот типа среда плохая, невозможно. Поэтому помочь надо человеку. Один коллега, другой инвалид. Я-то нормально. Он тебя может быть высокой. А что у тебя ноги уже грязные? Падал опять? Не, пусть я скажу. Нормально. Спасибо большое. Не, не, я сам с партнерами. Там, наверное, там в городе. Тут у них есть для собственной оплаты, в принципе. Ну, для самоотклуживания. Что, можно взять, да? Можно? А вы раньше в спарине работали? Работаю. На Бабушкинской? Да. Я вас помню. Вы у меня даже на ролике есть. Да? Да. И тут есть парень, на которого вы похожи, короче. Юрка, он сегодня тоже пришел. А как вас зовут? Геннадий. Геннадий. Будем знакомы. Вот только что был перекрестки, там дико грязные эти были. А здесь более-менее, кстати. Может быть, потому что магазин новый? Вот типа контрольные весы, только они не работают. Прикинь, без всего? Вообще. Наверное, нет ничего. Ни у кого маркировки. Жесть, еще не накрыли, да? А у них все, смотри, вон здесь. Да, они все без маркировки. Вот эти. Хотя бы одну возьми, ты ли? Ну, вот я одну взял. Что, кокосик будешь? Просроченный. До 25 февраля. Ну что, сей, давай, фиксируем. Угу. Валек, думаю. А как ты будешь жрать это, Валек? Так вот. В принципе, оформлено более-менее. Красивенько, симпатичненько. Света достаточно. Ну вот, помело. Оно уже упаковано, и все. Это гнилое. Это надо, блин, им отдать. И информации никакой нет. Ну, вот, пожалуйста, да. Тухлячок прямо на видном месте. Это что? Тоже тухляк. Ёпты. Тоже тухляк. Вообще обалдеть, да. Прям на видном месте. Не надо даже копаться ничего. Ну, здесь, я не знаю, не сильно, но... Такое ощущение, что оно, блин, капец, оно уже открылось. Вон, по акции тушенка. Рулька с двух сторон. Смотрите, вот этот парень, он немножечко раньше пришел. И вон сколько насобирал уже. Там развадка у МакОфи больше всего, но... Они, типа, знаешь, что? Они, типа, говорят, приходите, инспектируйте, проверяйте. Естественно, они хотят, чтобы мы их работу делали, да? Бесплатно ты это делаешь? Нет, конечно. Значит, после этого, после инспекции мы им счет выставим, правильно? Естественно. Ну, вот тоже, вот смотрите, оно вот пыльное у них все. Магазин новый. Сейчас вот так вот просто тупо посмотрим. Ну, более-менее чисто, чем... Более-менее там банка все валяется. Пока мы ждем, куча свободного времени. Можно спокойненько посидеть и поиграть. Raid Shadow Legends. Зацените настоящую, атмосферную, темную и наикрасивейшую RPG-игру. Raid Shadow Legends перенесет вас в мир реалистичных темных фантазий. Игра абсолютно бесплатна, и в нее можно играть не только на смартфоне, но и на ПК. Теперь в игре доступен долгожданный первый сезон боевого пропуска. Выполняя ежедневные и еженедельные задания, вы можете получить потрясающие награды, а также новых эпических и легендарных героев. Raid проводит специальный конкурс для всех новичков, которые установят игру по моим ссылкам к ролику до 30 марта. Будут разыграны 6 штук айфонов 11. Среди просто случайно выбранных игроков. А также Raid проведет розыгрыш специальных призов среди самых прокачанных новичков. Три игрока, которые достигнут самого высокого уровня среди других игроков до конца месяца, могут рассчитывать на три вот этих замечательных компьютера. Быстрее скачивай игру по моим ссылочкам и получи 50 тысяч серебряных монет. В конфетке никакой информации нет, да? Вот тут аннотации нет. Информации никакой нет. Попробуем пробить. У меня сейчас... Представляете, на кассе, а как выбор-то сделать? Информации нет, по срокам годности ничего. Немножко не хватает. Нормально вы. Ненавижу такие. Ну ладно, я как бы не против весов на кассе, но тут как информацию-то получить полную? Никак. Рискуем, пацаны. А вот смотрите, тоже выпечка, смотри-ка. Это тоже ведь по санфинам она должна охладиться плюс 2, плюс 4. Условия хранения не ниже плюс 6 и 48 часов. Не ниже плюс 6, да? Типа, а теплее можно. Упаковать, пожалуйста. Упаковано сегодня, типа, в 12, да? Условия хранения нет. Не ниже 75 градусов. Цельсия. Очень опасно, что я пульс. Почему она просто... 2 часа охватиться. У вас тепло, она должна в холодильнике лежать. Это холодильник. А вон 40 градусов, смотрите. Чего вылетит в поту? Вон индикатор. Там еще чуть-чуть, и она пожарится. Вот там индикатор есть, но непонятно, сколько градусов. А это что такое? Это они, типа, сами вакуум сделали, и... Это тунец по виду. Ну, не написано, что тунец. А так вот, смотрите, как прямо капец, прямо ужасно. Маркировки нет, когда она сюда появилась? 224. Короче, стремная рыба. Тут заветрено, наверное, со вчерашнего дня лежит. Это вообще уже почти сварилось в тепле. Поэтому прям... А вот, кстати, тебе... Девушка, можно вас? А что за условия, простите? А я не хочу, чтобы такие работники здесь работали, поэтому увольтесь, пожалуйста, сегодня же. Подойдите к администратору и спросите, имеете ли вы право делать... Уберите камеру, я не хочу... Да никуда я должен убирать камеру, уберите свои камеры. Что за условия-то? Так мало ли, что вы не хотите, дома будете не хотеть. Я вас попросил просто дайте мне эту икру, и все. И не будем друг другу условия ставить. Ну а зачем вы все переводите в русло негатива? Зачем? Дайте вот большую вот эту вот упаковочку. Икра. И все. Вам больше вопросов нет. Пап, вот эту демоку нельзя снимать. А, почему? Она с азбуки вкуса, мы уже знакомы с ней. Я вам все сердце, я не хочу, чтобы вы меня судьбали. Да, я вам и хотим вас снять. Что у вас за рекреация здесь такая, которая прям против камеры настроена? Представляете, я в магазин прихожу и говорю, так, здесь камеры, поэтому закрывайте магазин. Но это же будет мерзко, правильно? Кто постойте? Я вам говорю. Мы стыкнем. Потребитель я, Павлик меня зовут. Вы меня снимаете. Я потребитель. Вот. А мы сегодня смотрим, как здесь вообще работают люди, как обслуживают покупатели, как обстановка в общем. Какая среда положительная или отрицательная для инвалидов. Вам нравится внимание других посетителей, которые обращают на вас? У вас какие-то проблемы в детстве были? Были проблемы в детстве. А вы хотите разобраться в моих проблемах? Давайте поговорим о моих проблемах. Али? Если вы намекнули, давайте. Вы психолог? А по факту вы меня обманули, потому что здесь у нас 12.08. Нет. А здесь даты изготовления вообще нет. Вот это что такое, упакованное или изготовленное 12-го? Дата расфасовки. Расфасовки. А тут написано опять расфасовка, смотрите, 9-го. Нет, там ваша дата, которая вам... Вот, смотрите, упакована. Так там упакована или здесь упакована? Все упакованы, равном и здесь. Дело в прошлом, вот смотрите, 48 часов, да? 12 часов, а не вчера, да, допустим? Да. В принципе, в сроках годности. Но вот тут информацию нам, короче, на это, как его, наврали. Давайте без мута. Мусоров тогда вызываете. Ну вот, смотрите, просто, как бы здесь написано упаковано сегодня, 16.41, а там другая есть дата, что вчера упаковано. Какой дате верить? Конечно, которая упакована. А то и не надо верить дате? Нет. Ну просто при мне взяли ее упакованную и наклеили эту. От какого момента мне 48 часов? Кто изменялся перед вами? Никто в письмо. А когда ее распечатали? Я так понимаю, что вот... А есть у вас журнальчик, где отмечается, когда именно банка большая распасовывалась? Давайте посмотрим, просто вы меня сейчас ввели в заблуждение, я не понимаю. Давайте посмотрим, когда... Ну смотрите, 8-ое, что вас смущает? 12 часов распечатали банку, 8-ое. А какого года осталось? Сегодня 9-го. А какого года? Ну какого года? Ну какого года? Никто не смеется. Никто не смеется указывает. Конечно. А через 8-ое, 40 часов? Часы у нас дата, дата, она всегда содержит год. Дата сама по себе, определение даты всегда с годом. Для нас важен час и... Это когда Скоропорт, обязательно надо часы устанавливать. Это Скоропорт. К дате, к дате, к дате надо еще часы. К дате еще... То есть в 12 часов 10 марта эту игру уже продавать нельзя, срок реализации в законе. Так нет, почему вы именно взяли, что это такое? Давайте посмотрим просто, когда ее открывали, упаковку родную. Я говорю, что на ней написано. Это нет, это не здесь. Что не здесь? А это по-вашему зачем? Хорошо, хорошо, тогда здесь, вчера. А это что за дата? Это взвешенная, товар взвесили. Нет, написано упаковано. Упаковано, это вот маркировка на весах. Ну я понимаю. Так мне к какой дате верить, этой или этой? Вот здесь написано упаковано. Здесь ничего не написано и года нет. Года нет, потому что... Придется вальку пробовать, наверное, придется. Вкусная, ой, свежая или нет? А что это у вас здесь в такие условиях? Почему мне с камерой нельзя здесь передвигаться? Ну, это вы мешаете, конечно, работать. В смысле? У вас же тоже камеры есть. Камеры мы смотрим, чтобы ничего не было нарушено. Ну у нас то же самое. Ну вы мне не мешаете с камерами, а я вам мешаю с камерами? Да, конечно, вы же с везде. Ну может выгоните меня тогда? Скажите, чтобы я уходил. Ну, может быть, я вас не могу, к сожалению. Ну, условия ставить будете, да? Почему условия? Я прошу вас просто не мешать продукциям. Так мне никто не мешает. Я попросил, мне дали, я спросил информацию. Я же не про личные взаимосвязи и спрашивания, правильно? Хочу про кучу спросить. Да. Касательно только продуктов. Мне остальное это неинтересно. Я смотрел, я недавно про икру смотрел. Ну, воняет. Ну, пахнет вроде бы более-менее. Но сморщенный. Недавно смотрел, кстати, ролик про икру, она такой не должна быть. Зернистого надо? Да, это значит подделка или более дешевый сёрт-рэп, которая вообще непригодна. Смотрите, даже валёк скорчился. Соли очень много, чтобы непонятно было. Специально, конечно, за... А масло добавлено под соль? Закремировали. Да. Для блеска. Для блеска масло добавлено. Вот смотрите, видите, я не зря сомневался. Сомневался, попробовали, точно говорят, что это фальсификат. Гадость. А можно я попробую? Да. Вот, объясни, вот Ольга. Вот эти, у вас 3 сапанцы. Да? Да. 1 сапанцы сделаны. 1 сапанцы. Это сколько будет? 2. Да, 4. Да, 2 сапанцы. 2 сапанцы. Вот Ольга говорит, снимать пора. Снимаем, а не вопрос. Они как-то звук собрал, но все так лучше. Снимай, сапанцы. А без замечаний никак самим исполняем? Да, к сожалению, проспали. Будем стараться. Мы просто видели у вас на сайте приглашение, чтобы люди приходили, контролировали. Мы пришли, контролируем. А в конце контроля мы вам счет выставим за нашу, естественно, работу. Большой плюс, в принципе, да, смотрите, у них есть маркировка нормальная. Дата изготовления есть, кто производитель, срок годности общий и вообще срок годности после вскрытия упаковки. То есть, ну, прям молодцы, и тогда упаковано. Молодцы. Могут, могут. Дядя Юра, как вам магазин? Да, в общем-то, не очень хорошо для вновь открывшегося. А-а. Ну, как такое? То есть, говорилось, да. Короче, вот лёд, снег. Здесь тоже лёд, снег. Здесь тоже, здесь прям уже, ага, глыба вообще. Это, короче, сто процентов плохо хранилось, потому что все остальные нормальные, вот они без потерь, так скажем. Это развакуум по-любому. Вот здесь не написано, что она в вакууме. А, упакована под вакуум, пожалуйста, тут вакуума нет. Представляете, да, вот, то есть, у нас много людей, и каждый там ходил, смотрел что-то своё. Да, и каждый обязательно что-то нашёл. Новый магазин. Что, случайно? Сомневаюсь. С новыми амбициями, с новым подходом, всё. Дико сомневаюсь. Мне кажется, что это у них на потоке такое стоит. Вот, работайте, пожалуйста, с тухлыми продуктами питания, с недовольными покупателями. Объясняйтесь, оправдывайтесь, ругайтесь. Как у вас по сценарию, по скриптам? Нормальный, хороший? Это мы, кстати, тоже фиксируем, когда человек, работник, не понимает и говорит, всё нормально, ешьте, пожалуйста. Развакуум. Хорошо, надо при всё списать. Да, это всё списываем. Мы можем вызвать группу СОК и вместе с ними списывать. Как скажешь? Сейчас узнаем, как прямо-прямо. Давайте. Можете объяснить, что произошло? Так, не пугайте наших сотрудников полиции, слышите, хулиганы. Пропустите, пропустите. 19, 930. Ядненько пропустите. Снимать у меня запрещают. Капитан, ничего не это? Не перепутали? Он сегодня просто не выглядит красиво, как обычно. Может, что-то утром марафет забыл навести там. А, краситься забыл? Да, краситься, может, ещё какие-то. Но причины разные бывают. Поинтересуйся. Кто заявитель? Да, да, давай, сзывай. Пойдите, заявите. Нет, там в рыбном отделе. В рыбном. Да. В рыбном отделе. Пойдём, пойдём. Кто ли там-то настучал? Ты? Кто вызывал мусоров? Мусоров кто вызывал? Вы же сказали, что у нас нет мусоров, у нас просто варьба. Это ваша работа. А, я не помню. Пухой был. Что мне? Не, не нравится, когда меня снимают без моего разрешения. Если правонарушения нет никакого, тогда сотрудники по Глитии будут вынуждены вас привлечь за ложный вызов. Я не хочу, чтобы меня снимали. Но они не могут вам хорошо и с вас приезжать. Я вам нужна с вас объяснение. Пойдём. Пойдём. А, ну, с тобой хорошее. Спасибо. Куда надо? Пойдёмте. А, нельзя, как его, сотрудникам нельзя туда без медицинских книжек-то проходить. Такое. Вы движение, да? Да, есть такое. По отдельности, по чтам. Мы же можем пообщаться с вами на территории магазина, там где нахожусь. Ну, сюда-то нельзя, вы прям нарушите. Нет, конечно. Пойдёмте в машину. Пойдёмте в машину. На улице тепло сейчас. Весна. Сейчас я психану, как заведу машину, блин. Жин-жин-жин-жин-жин-дрин-дрин-дрин-дрин. Промазал. Успокойся. Всё, порвался, ещё один надо. Сразу. Сразу дайте. Я же вам не говорю, держите. Держите сами. Если я буду держать, второй тоже порвётся, и всё окажется на полу. Поэтому я вам предлагаю, держите. Фуу. Она утилизация. Как речь и делает. Попробуй рыбу-доровку. Идите сюда, конкурируйте. Не, ну можно, если она не хочет. Нет, Максим, если она не хочет, сейчас группу сок вызовем, и они будут утилизировать. Да, да, господи. Сейчас ещё будут вредничать. Это хочу, это не хочу, блин. Ребят, давайте копейку и все вместе. Пусть она делает. Да, что будет и делать. Работчики. Да. Новые сети откроют. За них собирать тухляк, за них утилизирование. Пусть они сами убирают, Макс. Ещё и зарплату потом приди, забери за них. Администратор, да. Идите сюда. Да. Идите выполнять свою работу. Собирайте, собирайте всё в этот пакет, всё это, контролируйте всё. Разрушите упаковки заводские, чтобы вы не переживали, что это опять... Мы контролируем, а вы делаете. Я контролирую. Нет, вы контролируете, своих работников назначите. Вот теперь я пошлю в пол. А что, Квадер? Пустите, пожалуйста. Задержите его. Задержите его. Задержите его. Задержите, задержите. Чё, 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 чё. Чё, 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 чё. А мы уж думали, чё случилось-то. Ха-ха-ха. Чё, прыгандал. Я уже перец достал, я думал, хулиган. Я думал, хулиган. Я держать... Это не по вашей теме. Нет, я думал, задерживать хулигана. А как, забыл, дяденька? Забыл, да? Пробить или что? Пробить забили. Забыл, да? Забыл, дяденька? Пробить забили? Вы, дяденька, чё вы поняли? Ну, идёте в бомбе. У меня сегодня нет настроения, да, видимо? Я же с вами не играюсь, чё. Какое настроение-то? Я чё, с вами в любовные игры играю? При чём тут настроение? При чём, блядь, у меня есть моё настроение. Ты вторгаешься в моё личное пространство, и я тебе говорю, чувак, у меня плохое настроение сегодня, я не готов коммуницировать с тобой. Вот при том, мы не играем в любовные игры, всё окей. Так ты забыл просто пробить? Да я не был, блядь, я вообще отключился, надо просто идти на автомате. Ну, так сказал, что забыл, и всё, чё. Ну, как угрозный, он уже чуть ножик не достал. Он говорит, я вот этого сейчас зарежу. Меня зарежут? Да, я испугался, да. Ой, покатались! Вот, посмотрите, Ольга, сделали за вас работу сегодня. Мне кажется, вам надо профиль менять, не в этой области работать, а где-нибудь дома капризничать. Хорошо. А то здесь, видите, с продуктами надо работать, а вы ещё не хотите работать. Подумайте, подумайте. У людей-то навыков нет, видите? Они не знают, как вашу работу выполнять. Ольга, солнышко, подскажите, пожалуйста, где нам информацию на конфеты найти? Там кожу, в ящичек. Нету. Пойдёмте, можем поискать, если хотите. Там ещё откладывается в каждую ящичку? Нету, ещё раз уберу. Дай ещё мелкий вай тоже. Сейчас Ольга покажет нам, где их. Пойдёмте. Может, они там есть? Может, мы дебилы не заметили. Ну, эти повешки там тоже самые. Пойдёмте. Ну, я так понимаю, что вы уже достали, так что... Кого достали? Конфеты раз вы достали из ёмкости, значит... Я ничего не доставал. И качественное уставление, скорее всего. А другие ещё есть? Пойдёмте на других конфет посмотрим, если вы о этих сомневаетесь. Там нигде нет. Я 55% не могу. Представляете, может быть. Пойдёмте. Будем смотреть или нет? Нет. Не будем? Конечно. Зачем вам работать? Есть же разные люди, знаешь, у некоторых совесть, стыд просыпается, а у некоторых, наоборот, вредность. Вот у Ольги как раз вредность. Это как бы её работа, но она решила, что мальчики должны за неё делать. Вот стоит и глумится над мальчиками. Я понимаю, что мальчикам это очень нравится. Ну, я не знаю. А что решать, у того, что ты помнишь? Нравится или нет? Вам нравится за неё работать или нет? Нет. Не нравится. Сказать не больше. Пожалуйста. Все говорят, что не нравится. А она думает, что нравится. Она же зарплату получает. Ребята, поменяйте. Так она и своих работников тоже так гнобит. Заставляет вместо охранника работать тётенькой. Тётенька, кассир по одежде, да? Вместо охранника стоит. Бегала за парень. Я побежала вместо охранника. А охранник вот так стоял, понимаешь? У них тут всё нарушено. Всё из-за Оли. Я бы, конечно, этим извергам ничего не доверял, но она вот сама хотела, чтобы они делали. Нож убери. Нож убрал. О, а вот это уже другие. Да, Марин. Целые терапии сайские. Целые терапии сайские. Сажмите, что бери. Бери, внутрь, нож и рамки. Что происходит в карман, что в него не было? Карман, что в его не было? Ещё что в карман убрать. С programmer, садитесь. 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 Моя законная требования. Ничего не ясно-то. Ничего всё не ясно. Ну всё. Придорация, что были? Ещё что в карман убрать? Что? Тебя волнует это? Чего? Слышишь? Слышишь? Ну все, сторонку отойдите, с ним камера не здесь Представьтесь, пожалуйста, предоставьтесь Представьтесь Да он возбужденный какой-то, слышишь? У меня, говорит, оружие У меня, говорит, оружие, я тебя сейчас... Да отойди от меня, я тебя не трогал Отойди, отойди я тебе, говорю, от меня Так не разговаривать в полиции, ясно? Я откуда знаю, подходит, что-то угрожает оружием Повлияйте на него, кто у вас там? А, повлияйте на него, вы старше позвонили Повлияйте на него, скажи, чтобы он успокоился Может объяснить, что здесь происходит? Так я, девчонки, причем, я снимал снаружи Ну понятно, никто ничего не знает Домой пойдешь и дома будешь трогать девочку там, соседей, еще кого-то Ладно, отойди, ты все такое, вообще Вогоны сейчас снимать Так я, если вообще не разговаривал, он как накинулся на меня, начал толкать на детей вы мне Вогоны пока снимать, все У него справочку надо брать мне, мне кажется А че, а че, а как вас зовут, кстати, представься, пожалуйста Я вам представлялся, может перемотать Ну простите, я просто не слышал Прешайте работать Представляться-то будете или нет? А ты, представься, пожалуйста, герой Я тебе представлялся Нет, нет Умный сам Ну, представляйся или че? Зачем? Ну, представляйся, мне надо будет знать, на кого жалобы написать Ну, я же попугай, что повторять Ну, попугай Пугай? Ну, ты же меня пугал Нет, я говорю, пугай меня Оскорбляйте Я говорю, пугай меня Заряди всех нахрен Заряди Они меня все угрожают, оскорбляют Смотри, еще один Смотри, еще один Смотри, че, че Че, че, че Че, че, че Че, давай, Серега их всех заберем в натуре По беспределу Давай, у нас же пестики есть, че ты Щас всех наручники посадим Щас всех наручники посадим и все Еще пока будем вести нахлобучим Ну, как всегда, короче У нас же есть невымещенное зло Мы щас будем всех бить Детские обиды Несостоявшиеся амбиции Поэтому мы щас их туда, в ВВД их напинаем И пускай потом, че хотят, говорят Ой Я думаю, надо их заставлять убираться просто Оно развакуум, наверное Так вы бы контролировали, во сколько звали Давайте посмотрю, я прям скажу Вакуумная упаковка, ну, че вы говорите? А что ты там упакал, что ли? Нет, ну, конечно, смотрите Мы можем посмотреть, смотрите Мы можем посмотреть нормальную упаковочку, которая там Она прям квадратненькая вот такая, вот контур имеет Она твердая, она без воздуха Так объясняешь, вон лежит нормальная, напиши Закрытая А, ну вот Специально, право, вместо того, дыши Сейчас будет, сейчас будет уговаривать их, короче Серега будет уговаривать, чтобы она писала заявление По 20.1, там еще какие-то, короче Завумогать и так далее Сейчас будет уговаривать и после этого они что-то сделают Сергей, Сергей Твоё жатко Сергей Ловите полицию Могли по моему саму Субтитры сделал DimaTorzok